Ваня, какие ощущения от возвращения в Беларусь? Как тебе кэмп? Что можешь рассказать о своих ощущениях? Да ничего, все отлично, кэмп понравился. Сейчас уезжаю обратно в Москву, потому что улетаю в Колорадо на кэмп. Здесь все понравилось, так скажем, коллектив вообще отличный, атмосфера супер, тренировочный процесс хороший. И рад возможности увидеться с многими ребятами, с которыми давно не виделся. Но этот кэмп получается направлен на развитие игроков, такой дополнительный, да? Да, да, да. То есть я считаю, хорошо, что нас всех тут собрали. Есть время поработать над своими слабостями, так сказать, над сильными сторонами тоже. Поэтому я считаю, кэмп отличный и все супер. Но ты уже, я так понимаю, успел увидеться с родными? Сколько вообще в Беларуси по времени уже? Сколько я здесь, получается, около недели. Но я уже успел увидеться с бабушками, с дедушками, с друзьями, с племянниками, со всеми, с кем не виделся два года. Поэтому очень приятно. Наверное, нереальные эмоции, внутренние ощущения. Да, на самом деле, я бы сказал, такое ощущение, как будто я никогда не уезжал. То есть настолько все родное, что как будто я не уезжал. Хорошо. Слушай, получается, через несколько дней драфт. Ты как задрафтованный в прошлом году последним пиком. Что можешь пожелать ребятам? И можешь вспомнить все ощущения, когда тебя выбрали? И надеялся ли ты, что вот уже до последнего верил? Ну, на самом деле, конечно, верил. Нереальные ощущения, так скажем, мечта детства, быть выбранным на драфте. Нереальные эмоции. Я бы сказал, лучший день в моей жизни на данный момент. Поэтому ребятам хочется пожелать, конечно, удачи и быть выбранным как можно раньше. Может быть, с кем-то из них общаешься, среди тех, кто наиболее вероятно претендует? Да, с Егором Сидоровым, Вадим Морозом. То есть, общаемся хорошо и, конечно, хочется, чтобы ребята задрафтовались, потому что знаю их очень хорошо и знаю, как они работают, как они стараются и как они идут к этой цели. Можешь подскрыть секрет? Может, они волнуются, переживают, думают об этом постоянно? Может, тебя постоянно о чем-то спрашивают? Да нет, я бы не сказал так. Егор Сидоров скрывается такой, пытается. Хочет, чтобы его выбрали конкретно, поэтому особо ничего не говорит. Но может, нет ничего, может, нет. Я, честно говоря, не знаю.